Приветствую любителей Москвы. Это станция метро Парк Победы. Ну, собственно говоря, фактически станция одна, но на самом деле есть два станционных зала, которые друг на друга похожи, и относится эта станция к двум линиям в настоящий момент. То есть это вот синяя ветка, вот эта, собственно, которую мы сейчас рассматриваем, и, соответственно, еще солнцевская линия. Ну, изначально станция была открыта в 2003 году, и тогда здесь была только одна вот эта вот синяя линия, да, то есть станция относилась только к одной линии. Однако в 2014 году к ней прибавилась еще солнцевская линия, желтая, вот, которую мы еще пока не рассматривали, но, надеюсь, в будущем мы ее тоже рассмотрим. Вот, и вот эти обе платформы, да, оба станционных зала, они кроссплатформенные, то есть, скажем так, они с переходом с одной ветки на другую, то есть вот ты приезжаешь, допустим, на синюю ветку, да, на Парк Победы, а на противоположной стороне платформы там, соответственно, желтая ветка, да, то есть поезда желтой ветки, да, и вот ты выходишь здесь, а перейти можно туда на деловой центр, либо, соответственно, в сторону, в сторону делового центра, да, на поезда солнцевской веткой, либо, соответственно, на другую платформу можно перейти, там уже в сторону Рассказовки. Вот, так что вот такая вот, соответственно, станция. Станция холодная, но при этом она, конечно, довольно интересная, довольно такая, в своем роде красивая, видите, довольно симпатичные пилоны, вот, в пол такой шахматный, вот, причем, если здесь вот плитка такая красно-серая, да, то, ну, или бордово-серая такая, красновато-серая, скажем так, то, соответственно, в другом зале она черно-белая, да, ну, фактически, как шахматы. Ну, и пилоны, видите, здесь они такие коричневые с белым, вот, а, ну, в другом они тоже такие же, фактически, эти два станционных зала, они зеркальные, да, но в каком-то смысле отличается, ну, и вот этот вот цвет пола, да, несколько отличается чуть-чуть, тоже он там в другой стороны шахматный, но все-таки в то же время он немножко другой, другая цветовая тональность. Ну, и станционные стены, там, с одной стороны, так сказать, как бы стены, они тоже меняются, да, то есть, получается, что с одной стороны, ну, то так, то так, да, то есть, как бы, такой идет перекличка, как бы, разная, да, то есть, они похожи, но несколько, так сказать, друг от друга отличаются. Вот, ну, и соединены эти два зала переходами, вот, и эта станция, она самая глубокая в московском метро, видите, тут еще есть такой аванс-зал, вот, станция глубокая, и находится она, соответственно, на глубине, ну, 84 метра, вот, считается, как, хотя по некоторым средним 73 метра, ну, а эскалаторы вообще там больше 100 метров длиной, потому что они все-таки под наклоном находятся, и поэтому в силу этого они несколько, естественно, длиннее. Так что приходится на одном эскалаторе ехать, попадать в этот аванс-зал, и еще на дополнительном эскалаторе уже потом, соответственно, попадать в подземный переход, через который, собственно говоря, идет как раз выход, ну, собственно, к Парку Победы, в честь которого и названа эта станция, да. Ну, название станции, оно само по себе говорящее, действительно, выводит оно именно к Парку Победы, который, несомненно, является главной достопримечательностью около именно, около этой станции метро. По сути, других достопримечательностей, в общем-то, здесь и нет, ну, хотя, конечно, можно в некотором смысле сказать, что это тоже триумфальная арка, которая находится на площади Победы, которая как раз выводит эта станция метро наряду с Парком Победы. Так что здесь, видите, все посвящено войне. Кстати, вот я говорю о станционных залах, я еще не сказал, что там в торцах есть изображения, посвященные такие, как бы сказать, именно, так сказать, тип такого полотна, да, вот, которые посвящены, соответственно, в одном зале это герои войны 1812 года, а в другом зале, соответственно, это герои Великой Отечественной войны. То есть, получается, здесь такая идет перекличка двух войн, да, то есть станция, она посвящена победе, вот, соответственно, русского оружия, да, победы наших тогдашних соотечественников, ну, соответственно, вот в войнах одной 19 века, 1812 года, с другой, соответственно, в Великой Отечественной войне, то есть уже 20 век. То есть, тут идет, как бы, тема, именно победа, это не только победа Великой Отечественной войне, но это еще и победа войне 1812 года. Ну, здесь, видите, такой переход подземный, это под Кутузским проспектом, потому что помимо парка Победа, парк Победа, собственно, находится на Кутузском проспекте. Ну, и рядом тоже выход идет на площадь Победы, а площадь Победы, она фактически находится на Кутузском проспекте. То есть, это просто фактически участок, такой, несколько расширенный Кутузского проспекта. Ну, как таковой площади, по сути, тут и нет. В общем-то, она искусственно была, название такое ей дано. Вот этому участку, примыкающему к нынешней станции метро, когда еще метро не было. В 1975 году вознаменование 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ну и, собственно, на этой площади Победы находится вот как раз Триумфальная арка, которая изначально находилась на Тверской заставе, но потом ее принесли сюда в 1968 году. Вот здесь тоже такой небольшой скверик, хотя, конечно, больше такое открытое пространство, нежели скверик. Ну, все-таки. Ну, вот, 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 собственно, есть эта вот улица, вот эта, вот эта площадь Победы. Видите, вон там Триумфальная арка, вот, и небольшие такие скверики, которые с одной и с другой стороны примыкают к Кутузовскому проспекту. То есть, это вот фактически Кутузовский проспект. Вот он, да, машины по нему едут. Ну, вот эта часть, вот туда Триумфальной арки и чуть-чуть подальше. Это называется Площадь Победы. Вот, собственно, и все. Еще раз повторюсь, площадь как таковой здесь практически мы не видим. Ну, понятно, что здесь одна плитка, вот эта называется улица Генерала Ермолова. Вот туда она уходит с одной стороны, и с другой стороны Кутузовского проспекта тоже туда идет, фактически за качество пике. А вот это вот тот самый Парк Победы. Вот он. Ну, парк этот, скажем так, вон, видите, там стройка идет, но это строится жилой комплекс. Виктори Парк Резиденс. Не так давно начали строить, там хотели построить дельфинариум, но в итоге стали, вместо дельфинариума получился все как обычно, жилой комплекс. Вот, ну, это парковка. И вот здесь находятся остатки поклонной горы. Прям вот рядом с метро. Вот как выходим. Там часы видны, да, здесь вот прям перед входом. Вот они. Видите, вот это часы. И вот они фактически находятся на вот этой остатке поклонной горы. Вот это вот и есть остаток поклонной горы. Это все, что фактически от нее осталось. От той поклонной горы, которая когда-то здесь вот находилась, занималась вот это пространство. Ну, гора, конечно, такое название может быть несколько, конечно, ну, крутое, да, может, горы здесь, конечно, никакой не было, но был действительно большой холм, который находился, в общем-то, между речью, речки Сетони и речки Фильки, вот, ну, а потом его срыли, его срывали, как бы, ну, в два этапа, да, то есть, с одной стороны, при прокладке Кутузского проспекта, когда прокладывали, соответственно, уже в большей степени после войны, а второй этап, соответственно, уже был при создании вот этого парка. То есть, этот парк, он фактически создан на месте вот этой Поклонной горы, вот, когда-то здесь была. Ну, и парк этот, он, в общем-то, необычный, необычный он, ну, как видите, как такого парка здесь нету, да, то есть, по сути дела, здесь, во-первых, он мемориальный парк, да, то есть, он посвящен, по сути дела, вот, в общем-то, Великой Отечественной войне, его главная тематика, это Великая Отечественная война. То есть, все, что с этим связано, монументы, вот, музей там есть, так сказать, тоже, который, вон, видите, там, чуть вдали, это музей, соответственно, да, музей Победы. Ну, и, соответственно, даже храмы, и то посвящены здесь, вот, которые находятся, они тоже, как бы, считаются мемориальными храмами, да, то есть, они посвящены, вот, тоже, в общем-то, ну, так сказать, событиям связанных с Великой Отечественной войне, там, участием мусульман, соответственно, уничтожением евреев, если, говоря, речь идет о синагоге, ну, естественно, павших православных, то, людях, вообще христианах в целом, если речь идет о храме Георгия Победоносца, да, на Поклонной горе. Вот, так что здесь, в общем-то, все фактически связано с войной, поэтому такой парк, он необычный, скажем так, идея его создания, он долго создавался, идея его создания, она была еще после войны впервые, но тогда здесь, как таковой парк, в общем-то, не хотели создавать, здесь просто хотели создать такой грандиозный памятник, хотели открыть, вот, просто, вот, в честь победы Великой Отечественной войне русскому солдату, ну, вот, что-то такое-то, ну, скажем так, создать мемориал, вот так, просто мемориал, ну, просто, без парка, по сути дела. Ну, а потом уже стали появляться идеи создания именно парка. То есть, такого все-таки довольно большого пространства. Ну, соответственно, с которым... Вот это вот сейчас как бы такая главная аллея. Мы сейчас идем по главной аллее, которая приводит непосредственно к музею Победы. Вот он там, видите, вдалеке немножечко. И, собственно, там мемориал Победы. А за ним музей Победы. И вот эта вот дорога, она идет как бы вот годы войны. То есть, вот эта вот цифра 1941 год, дальше 1942 до 1945 года. Вот. Соответственно, здесь ну, а вот по сторонам, то есть тоже мы видим фонтан, который тоже стимулизирует кстати, годы войны. Да, вот вот эти вот. Ну и соответственно, так же и такой как бы памяти к ансамбле в честь выдающих заслуг. Десяти фронтов и трех флотов. Так же партизан, подпольщиков, тружеников тыла. То есть, им тут установлены обелиски. Вот. Но им это уже, соответственно, сделали в 2005 году. Вот. Так что короче говоря, если так сказать, то парк, в общем-то, идея его создания появилась уже где-то, ну, наверное, в 60-е годы, все-таки, скажем так, начало 60-х годов. Его потихонечку как-то так начали создавать. То есть, идеи такие были. Вот это фонтан, да. Ну, такие вот. Даже целая такая фонтанная группа, одно за другое. Именно вот как вот, так сказать, получается годы войны. То есть, видите, как бы пять таких вот групп идет, вот, ну, собственно, по именно годам 41-го по 45-й год. И вот так они идут. Они друг на друга похожи, но при этом их, так сказать, пять штук. Вот еще одна группа, потом еще одна, и такая вот идет. Вот. Ну, как-то в итоге очень долго не могли этот парк создать. Вот. Как-то не получалось. Не знаю, с чем это связано. Там много было разной концепции. То есть, там много было проектов этого парка. И в итоге как-то вот что-то все как-то не получалось. Ну, а в 80-е годы, когда уже вроде как по сути дела приступили к воплощению этой концепции парка, там были очень большие протесты, особенно в конце 80-х годов, против сноса остатков Поклонной горы. То есть, там были митинги, демонстрации. Ну, помните, в конце 80-х люди сейчас находили на митинги. Тогда это было очень, так сказать, принято. Вот. Никто не разгонял эти митинги. Ну, и тогда, соответственно, вот говорили, что, так сказать, сбережем Поклонную гору, там, да, то есть, сохраним вот на наследие предков и так далее. То есть, как-то, ну, особенно парк создавать не давали. Ну, и уже в 90-е годы все-таки этот парк был создан и в 1995 году открыт. То есть, вот тот парк, который мы видим сейчас, вот он фактически создан в 1995 году. Вот открыт. Ну, и, как я уже говорил, то есть, тут в чем его особенность? Да, это именно мемориальный парк, да, то есть, парк, посвященный именно событиям Великой Отечественной войны. Они тут повсюду, да, то есть, разбросаны. Это и главная аллея. Там аллеи партизаны, и, в общем-то, так сказать, аллеи памяти, вот, аллеи танкистов и так далее. То есть, там много таких вот аллей. Там есть еще, вот, музей, естественно, мемориал главный и так далее. То есть, тут много всего, да, вот, посвященного войне. Ну, и, кроме того, здесь нету как такового парка. В общем-то, конечно, назвать вот это пространство парка можно. Можно. В принципе, ну, так уж совсем, вот. Но, с другой стороны, все-таки это и некоторая натяжка. То есть, назвать-то можно, но, как таковой парк, он, если и есть, то, скорее, вот не там, где мы сейчас с вами идем. Здесь, как такового парка, мы особо и не видим. Ну, какой тут парк? Да, одна сплошная брусчатка, плиты, вон, гранитные, да, внизу под ногами, фонтаны, ну, скамейки, вон. Ну, в общем, плитка. Одна сплошная плитка, и, соответственно, мемориальные доски, памяти и так далее. То есть, парка особенно здесь мы не видим. Потому что, все-таки, парк, это деревья, да, в основном. Ну, где вы здесь деревья били? Ну, где-то там вот они. Но, вот за музеем Победы, вот туда дальше, вот за вот этим, собственно, музеем, да, вот за куполом этого музея, вот туда, вот там, действительно, в принципе, есть парк. Вот там парк уже действительно есть. То есть, как бы, вот эта часть, она такая торжественная. Тут иногда мероприятия разные проводят, концерты иногда, выступления бывают, вот, особенно летом, в теплое время года. Вот, да, здесь, в общем-то, конечно, парком это пространство назвать сложно. Скорее, такая просто открытая, торжественная площадка, мемориальное место. Вот, это да. Ну, а вот там уже по сторонам, немножечко и туда, вот за вот этот вот музей, там, да, там уже действительно есть парк. Но он, конечно, скажем так, тоже такой довольно куцый. Конечно, все-таки, я бы не сказал, что он же такой прям полноценный. Там тоже не хватает зелени. Ну, парк молодой, 95-й год, сами понимаете. Поэтому тоже все это создавалось. Вот, но все-таки, как-никак, ну, как-то, в общем-то, все-таки можно еще эту пространство создать парком, в отличие от того, что мы видим. Вот, ну, вот, собственно, мы пришли вот к этому мемориалу памяти, да, который, вот, собственно говоря, к нему идет главная дорога, да. Высотой этот обелиск 141 метр, ну, почти 142 метра. Это, собственно говоря, 1318 дней и ночей Великой Отечественной войны, да. Вот сколько она продолжалась. Тут тоже все как-то, вот, в общем-то, символично. Ну, и скульптура, в общем-то, создала это Зураб Церетель, равно, как, кстати, станции метро. Вот эти изображения, там, вот, французов тоже в 1017 году, ну, побед над французами, вот, главных героев, да, и, соответственно, вот тоже, и главных героев Великой Отечественной войны. Это все создавал скульптор Зураб Церетель, который, конечно же, это все было создано при Лужкове, парк был открыт еще при Лужкове. Ну, естественно, при нем Зураб Церетель просто был, ну, ну, главным скульптором, да, фактически. Почти все скульптуры, уж тем более, такие главные, знаковые, они все были созданы под его началом, и, в общем-то, при его участии, по крайней мере. Вот. Ну, и, соответственно, вот там вы видите музей Победы, который был, в общем-то, открыт тоже в 95-м году. Ну, и здесь около 50 тысяч экспонатов хранится. Он, в основном, там под землей находится. Ну, есть и наземная часть. Ну, вот так все это выглядит со стороны музея Победы. Вон, видите, храм-часовня Георгия Победоноса. Ну, тоже, кстати, Победоноса, да, то есть тема Победы. Несмотря на то, что Георгий Победонос это древний святой, ну, все равно, так или иначе, это все равно связано с Победами, как он тогда, так сказать, побеждал за Христа. Вот, одержал Победы до язычниками. Ну, соответственно, так теперь, в общем-то, ну, так или иначе, так сказать, переосмысление идет, да, то есть Победа в Великой Отечественной войне. Это может быть не Победа над язычниками, да, но все-таки это Победа тоже над темной силой, над вражьей силой. Так что вот это осмысление, оно таким вот образом идет. Ну, а туда подальше, там уже ближе к Минской улице, вот, потому что, в принципе, по этому парку можно дойти до Минской улицы. Он такой довольно большой, и, в принципе, территория большая. Там уже находится тоже мемориальная синагога и, соответственно, мемориальная мечеть, прямо рядом с метро Минской. Мечеть прям совсем рядом с метро Минской. Синагога чуть-чуть подальше находится, чуть более глубоко. Вот, ну, и тоже они, соответственно, вот я уже говорил, то есть они тоже мемориальные и тоже связаны, так сказать, с памятью погибших, и с одной стороны мусульман, с другой стороны евреев в годы Великой Отечественной войны. Вот, ну, это такая смотровая площадка. Вот, когда-то сама Поклонная гора была смотровой площадкой, можно сказать, такой видовой площадкой, откуда открывался вид на Москву. Вот, а трудно себе представить, но когда-то это было Подмосковье. Вот, и, соответственно, разные, так сказать, путники, разные путешественники, просто ли, разные делегации, люди, которые приезжали в Москву, они вот отсюда, ну, как считается, с этой Поклонной горы поклонялись Москве. Отсюда и Поклонная гора. Вот, то есть, как бы такая высокая точка, там вот внизу была Москва. Ну, естественно, тогда не было тех строений, которые мы сейчас видим, всяких сити там, разных, так сказать, домов крутых и так далее. Ничего этого не было. Ну, и поэтому Москва, она была практически как на ладони отсюда видна. Ну, и Москва тогда была, естественно, не такой большой, как сейчас. Ну, вот это музей, это, да, музей Победы, который при желании, естественно, можно посетить. Ну, понятно, это уже за деньги, то есть, если вход в парк, он бесплатный, естественно, то, естественно, за посещение музея Победы надо заплатить деньги. Ну, и кроме того, здесь же, помимо всего, еще много памятников, там, и защитникам земли российских, бедствиям пропавшим, вот, и трагедия народов, испанским добровольцам, вот, и воинам интернационалистам, есть вечный огонь, памятник в борьбе против фашизма, фронтовой собаке даже есть памятник, есть памятник героям Первого мировой войны, городам воинской славы, то есть, даже ликвидаторам на Чернобыльской АЕС есть памятник, понимаете, то есть, тут действительно, ну, очень много всяких монументов, аллей, таких вот памятных мест и не только даже посвященных Великой Отечественной войне, хотя, конечно, эта тема, она именно здесь превалирует в данном парке, все-таки, вот, это именно мемориальный парк, все-таки Победы, в основном, конечно, это именно Великой Отечественной войны, ну, а вот, да, за вот этим вот музеем, там уже, собственно говоря, если хотите именно, все-таки, как таковой парк, именно парк, то вам туда, за вот этот вот музей, и там, в общем-то, можно погулять. Кстати, это район Дорогомилова, станция находится, парк Победы в районе Дорогомилова, это запад Москвы, ну, Кутузский проспект, здесь, на престижное место, в общем-то, все его знают. Да, вот, зайдя сюда, вот, я вам покажу сейчас, хотя вот немножко, вот это уже действительно парк, вот, да, видите, все-таки есть деревья, аллея, ну, еще раз повторю, может быть, он, конечно, не шибко, это уж прям полноценный, вот, не так уж, может, так и много зелени, как может показаться, но все-таки, здесь уже есть какие-то, действительно, аллеи, вот, и зелени, конечно, куда побольше, чем вот в центральной части. Вот. Ну, и, кстати, там же находятся, между прочим, и разные военные экспонаты под открытым воздухом, то есть можно посмотреть танки, можно посмотреть всякие там разные, пушки, самолеты можно посмотреть, то есть вот там много всякой экспозиции, там, ну, там тоже за деньги, там часть бесплатная, но часть за деньги. Вот тоже экспозиция, то есть можно посмотреть, но там в некоторых местах пускают тоже. Это вот еще один фонтан, который называется «Радость Победы». Видите, фонтанная группа даже целая. «Радость Победы» называется. Еще называют его «Сегменты», но он как бы на несколько сегментов разделен. В основном «Радость Победы». Вот российский флаг. И дальше туда вид в сторону железной дороги Киевского направления. Там находится станция Москва. Сортировочная Киевская. Там же находится рядом Поклонная улица и улица Братьев Фонченко, по которой как раз можно пройти к железной дороге при желании. Ну и там строится, я уже сказал, новый жилой комплекс, который, судя по всему, будет исключен из «Парка Победы» и будет сам по себе. Ну вот это, пожалуй, самое лучшее, что я хотел показать около этой станции метро. До новых встреч!